Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Давайте откроем наши Библии. Сегодня мы завершаем 21 главу «Деяния апостолов», читаем с 26 по 40 стихи. И, конечно же, нас с вами ждет интересное время в общении с Духом Божьим. Добро пожаловать! Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреевы. И это подкаст «Библия. Читаем вместе». И мы благодарим друзей и партнеров за то, что вместе с вами мы можем совершать это служение. Слава Господу за каждого из вас. Аминь. Аминь. И перед тем, как начнем читать Слово Божье, давайте приготовим наше сердце в молитве. «Отец, мы приходим к тебе во имя Иисуса. Мы осознаем, что без тебя, Святой Дух, мы не можем разуметь Писание. Ты тот, который написал это Слово. Поэтому мы просим у тебя этой мудрости. Помоги нам увидеть, понять и принять все то, что ты приготовил для нас сегодня. Во имя Иисуса. Аминь». Итак, с двадцать шестого стиха. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно было быть принесено за каждого из них приношение. Когда же семь дней оканчивались, тогда асийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича, «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего». Притом и Еленов ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение и сделалось стечение народа. И, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас, взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать двумя цепями и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могший по причине смятения узнать ничего верного, повелел везти его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его, Павла, по причине стеснения от народа. Ибо множество народа следовало и кричало «Смерть ему!». При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику, можно ли мне сказать тебе нечто? А тот сказал «Ты знаешь по-гречески?» Так не ты ли тот египтянин, который перед семи днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек-разбойников? Павел же сказал «Я иудеянин, торсянин, гражданин небезызвестного Киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу». Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу и, когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. И затем в 22 главе мы уже прочтем с вами, о чем же Павел начал говорить ко всему собравшемуся народу. Аминь. Поздравляю, мы завершили с вами 21 главу. И да, вот теперь совершилось то, о чем Бог говорил на протяжении предыдущих двух глав. Сейчас Павел оказывается в узах. Но давайте все-таки посмотрим на детали того, как все это произошло и что этому предшествовало. Напомню, что стихами выше Павел согласился с решением лидера в Иерусалимской церкви о том, чтобы он совершил обряд очищения вместе с другими четырьмя людьми, объявил об этом в храме, чтобы для всех видящих это стало очевидным, что все-таки Павел не является противником закона, как об этом могли слышать уверовавшие во Христа иудеи. Напомню, Павел с этим соглашается, приносит жертвы всесожжения. И вот в 26 стихе мы видим, он объявляет окончание дни очищения. И в завершении седьмого дня, придя в храм, вот здесь происходит пересечение с асийскими иудеями. Напомню, асийские иудеи – это иудеи, которые находились на территории Асии. А как мы помним, все прежние три миссионерские путешествия Павла, они в большей степени как раз совершались по Асии. И именно те асийские иудеи больше всего препятствовали служению Павла и возмущали против него народ. И уже теперь, когда Павел вернулся в Иерусалим, и эти асийские иудеи тоже как-то оказываются в Иерусалиме в храме. И вот именно эти иудеи возмущают весь народ и хватают Павла. И, читая эту историю, первое, на что Господь обратил мое внимание, это на состояние Павла в то время, когда его хватают и хотят убить. Мы с вами видим в 30-м и в 31-м стихе, что это возмущение, начавшееся в храме, захватывает весь город. Посмотрите, весь город пришел в движение. Это не просто как молва разносится по всему городу. Делается стечение народа. То есть весь народ Иерусалима начинает стекаться куда-то, куда? К какому-то эпицентру. Кто является этим эпицентром? Павел, вокруг которого сейчас поднялась такая шумиха. Павла схватили в храме и выводят из храма конец 31-го стиха. И тот час заперты были двери храма. Я, конечно, не знаю всех деталей и законов храма того времени, но я понимаю, что если двери храма закрываются, то причина закрытия должна была быть весьма серьезной, вернее, очень весомой. И теперь вся эта толпа, в 31-м стихе мы читаем, хотят его убить. Так вот, возвращаясь к состоянию Павла, у него есть слово от Бога о том, что «ты будешь взят в узы, и ты будешь свидетельствовать обо мне». Бог предупреждал его о бузах. Но сейчас перед глазами Павла все идет к смерти. Вся толпа ведь кричит и ведут его с целью побить камнями. Это самая распространенная казнь, о которой Павел знал, как никто другой. Павел знал, к чему все идет. Так вот, смотрите, Павел видит события, ведущие к смерти, но внутри он должен оставаться, стоять на том, что сказал Бог. А Бог сказал не смерть, а узы. Я думаю, отсюда также мы можем взять с вами хороший тезис о том, что когда с нами происходят события, против которых мы с вами как бы физически сделать ничего не можем, тогда в такие времена нам крайне важно внутри продолжать стоять на основании того слова, которое прежде давал нам Господь. И не только стоять мысленно, помня об этом, но также для нас важно и говорить это пророческое слово. Глядя на Павла, мы видим вот такого человека, который сейчас физически не может остановить эти события, он не может противостать вот этой огромной массе разъяренной религиозной толпы. Физически он ничего сделать не может. Все, что у него сейчас есть, у него есть пророческое слово, которое Бог сказал о нем. Что ему с этим нужно делать? Ему нужно внутри оставаться, стоять на нем, если нужно проповедовать самому себе, провозглашать это слово, но не позволить внешним событиям убедить, что все, на этом все закончилось, теперь тебя убьют, согласись с этим, сейчас тебя здесь и забьют камнями. Нет, ему нужно было оставаться на том, что Бог сказал. И в результате к чему это все приводит? Это приводит к тому, что известия о вот этом возмущении доходят быстро до тысячи начальника. Он берет воинов и сотников. Вы представьте, это не 10, это не 20 и не сотня, а сотни солдат сейчас приходят на это место и останавливают этот процесс. Смотрите, не Павел сейчас какими-то своими силами останавливает этот процесс, ведущий к смерти. Бог складывает так обстоятельства, что этот процесс, ведущий к смерти, официально на государственном уровне останавливается римской армией. И, кстати, возвращаясь к этим возмущенным иудеям, мне понравилась мысль в 29 стихе. Написано, ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима и думали, что Павел его ввел в храм. И выделите вот эти два глагола. Они видели и они думали. Посмотрите, они увидели что-то, о чем затем они думали в своем разуме. И в результате это приводит их к определенным действиям. То, что мы видим, или то, на что мы смотрим, это влияет на то, о чем мы будем думать. Именно то, как мы думаем о том или ином человеке, это определяет и наше отношение к нему. Или по-другому это можно сказать наш внутренний образ веры об этом человеке. Та внутренняя картинка, которая у нас есть о том или ином человеке. И именно исходя из этого мы реагируем на его слова, на его поведение, на его взгляд, или даже просто на его присутствие рядом. Но если посмотреть на то, как они кричат о Павле, то мы с вами видим, они осуждают его в том, что он учит против Израиля, против закона, против храма, и он осквернитель этого места. Все перечисленные четыре пункта являются лжесвидетельством. То сейчас эти люди убеждены в том, что Павел вот это, в то время, когда на самом деле это ложь, в которой они уверены, что указывает нам на то, что в этой связке, когда они смотрят и думают, к их процессу размышлений напрямую подсоединен клеветник и лжец. Если задать вопросом, кому они позволяют думать в своих головах, то мы смело можем сказать, что их ходом мысли легко управляет клеветник и лжец. То, как они реагируют на Павла, это обязательно связано с тем, как они привыкли мыслить, как они привыкли думать, как они привыкли принимать решения. И здесь возникает вопрос, а к чему меня приводит мое мышление? К тому, чтобы оправдать человека перед Богом через жертву Иисуса Христа или осудить и вынести ему приговор? Так ему и надо. Это образ мышления. Потому что, когда я выбираю оправдывать человека через Иисуса Христа, друзья, само по себе это никогда не произойдет. Это определенный образ мышления, который не рождается вдруг. Даже после того, когда мы с вами родились свыше, это не произошло автоматически. Именно поэтому Павел в 12 главе римлянам он призывает и умоляет нас с вами, рожденных свыше христиан, посвятить себя тому, чтобы изменять свое мышление. То есть преобразовать, улучшать его, делать постоянный апгрейд в соответствии с истиной Божьей. Скажем так, вырабатывать новые навыки, новые привычки, протаптывать новые дорожки. Каким образом я вижу того или иного человека? И здесь я подумала о самом Боге. Как Бог относится ко мне? Что помогло Отцу принять меня и полюбить меня, оправдать меня, когда я была еще грешницей? И я даже не искала Его. И я даже не просила простить меня. И если бы Он ко мне относился на основании исключительно моих дел, то у меня бы не было ни одного шанса. И знаете что? У вас его тоже не было бы. По причине грехопадения Адама мы все были грешниками. Но посмотрите, как Бог думает, его образ мышления. Он приучил себя смотреть на нас исключительно через жертву Христа. Поэтому Он не злится на нас даже сегодня, когда мы с вами ошибаемся. Он приучился к другому образу мышления. И возвращаясь к этим ребятам, которые что-то там подумали про Павла, у меня опять-таки появился вопрос, а вы проверили вообще эту информацию? Ну хотя бы у самого Павла спросить, Павел, а вот на самом деле это было так или нет? Или хотя бы пойти к Богу и спросить Бог. Вот сейчас у меня поднялось такое возмущение, да как он посмел? Как он мог так себя повести? Как он мог такое сказать? Да как она могла так отреагировать? Что мы делаем, скажем так, с теми мыслями, которые вот так легко приходят в наш разум. Мы просто их сразу кушаем, не проверив ни состав того, что мы едим, ни производителя. Мы просто это глотаем. Знаете, в чем опасность подобного отношения? Отсутствие, скажем так, фильтрации мыслей, которые попадают в наш разум. Опасность этого состоит в том, что приоритетные мысли, то есть мысли, которым мы отдаем предпочтение в нашем разуме, понимаете, они будут задавать тон всему остальному в нашей жизни. они будут задавать направление движения. Мы будем с вами вести себя в соответствии с этими мыслями. Никак по-другому. Писание говорит, каковы мысли в душе человека, таков и он. То есть показывается взаимосвязь, что те мысли, которые преобладают в разуме человека, или по-другому я бы сказала, которые он сам выбирает, чтобы они преобладали в его разуме, тем самым он выбирает и то, как он будет реагировать, как он будет себя вести. Вот почему нам важно проверять, а это сейчас от кого эта мысль пришла? На основании чего я определяю свое отношение к человеку? На основании его поведения, на основании того, что я думаю о нем, на основании того, что другие мне говорят о нем, или на основании истины? Чье мнение для меня в моей жизни стоит в приоритете? Потому что именно от этого зависит, как именно я буду относиться к этому человеку. Однажды Иисус показал путь, каким образом мы можем определять источник. Он говорит, ребята, посмотрите на плоды. Он говорит, по плодам их узнайте их. То есть по результатам вы сможете узнать, от кого это пришло. И когда я смотрю на результат, реакция этих людей в отношении Павла, то я понимаю, что их думалки в отношении Павла им преподнес именно враг души человеческой. И вот здесь напомню, что нейтральных мыслей у нас нет. Другими словами, мысли, на основании которых я затем действую, я их беру либо из Царства Божьего, а это значит на основании истины, либо же из Царства Тьмы, а это значит на основании фактов, опять-таки того же поведения, реакции, эмоций, чего угодно. То есть на основании лжи, которую подсовывает сейчас дьявол. Третьего не дано. Друзья, понимаете, третьего производителя мысли не существует. Не существует нейтралитета под названием человек, где мы сами по себе изобретаем свои мысли. Нет, мы берем их либо у Бога, либо берем у дьявола. Посмотрите, это были люди Завета, иудеи. Но это не значит, что автоматически они советовались с Богом по всем своим вопросам. Они что-то увидели, да, они там, они увидели какой-то кусочек, какой-то фрагмент из жизни Павла, и уже затем их непреобразованное мышление дорисовало всю остальную картину. Вот чем опасно отсутствие преобразования мышления. Оно опасно тем, что дьяволу легко разыгрывать свои картины в нашем разуме. Картины, которые приводят нас к возмущению, к негодованию, к злости, к ярости, к обиде. Откуда это? Это не оттуда, что я беру истину Слова Божьего, размышляю над ней, смотрю на человека сквозь Иисуса Христа, и потом все, я на тебя обиделась, я тебя видеть не хочу, слышать не хочу и так далее. Нет, нет. Когда мы берем истину в основании и высвобождаем свою веру о каком-то человеке, то нам легко ходить в любви в отношении этого человека. А если мы ловим себя в состоянии какого-то раздражения, то это уже, друзья, сигнал о том, что мы думаем не то, что Божье, об этом человеке. И, соответственно, все наши последующие реакции, поведение, это уже будет просто результат и следствие. Вот эти два глагола видели, подумали, понимаете, это актуально для нас с вами сегодня в каждом дне. Это актуально для наших семейных отношений, для отношений на работе, с друзьями, с партнерами, в служении, с соседями. Мы обязательно где-то что-то видим, а затем потом додумываем об этом. И если вам не нравится, например, какие-то постоянные конфликты, которые у вас происходят где-то в вашем близком кругу, в семейном, это причинно-следственная связь. Вам нужно разобраться с тем, как вы думаете об этом человеке, как вы видите его внутри себя. И когда вы разбираетесь с вот этим, вот только тогда и ваше отношение к нему, по факту уже, ваши слова, ваши взгляды, ваша интонация, ваша реакция к этому человеку, она уже будет совсем другая. И что еще важно, друзья, это не происходит само по себе. Это не происходит автоматически вдруг. Послушайте, само по себе наше мышление не преобразовывается. И, простите меня, это даже не определяется тем количеством лет, сколько человек ходит в церковь. При всем уважении, друзья, нам важно пребывать в церкви в общении святых. Но если при этом я не занимаюсь целенаправленно, чтобы изменять то, как я думаю, значит, и результаты будут теми же. Невозможно думать по-старому и иметь новые результаты. Вначале мы работаем над тем, чтобы думать по-новому в соответствии с истиной, как Бог думает об этом. Только тогда мы начинаем и реагировать, как Бог, и только тогда у нас начинают получаться результаты, как у Бога, то есть обещанные нам самим Иисусом. Аминь. И, кстати, возвращаясь к вот этой всей, на первый взгляд, печальной ситуации, я словил себя на мысли, что когда раньше я читал эту историю, у меня больше описание этих событий вызывало сострадание к Павлу. Почему? Ну, схватили, побили, сейчас в цепи заковали, тянут его в крепость. Но в этот раз я больше рассматриваю, как гениально сейчас все устраивается вокруг того, чтобы Павел получил кафедру для того, чтобы свидетельствовать на вот такую огромную толпу. По сути, перед нами сейчас практически весь Иерусалим собрался. Стихами выше мы же читали, что весь город пришел в движение, масса народа собралась. В 36-м множество народа так окружают Павла и армию Рима, которая сейчас пришла, что они не могут даже двигаться нормально, надо нести Павла на руках. Вы только посмотрите. Сотни римских солдат сейчас окружили Павла. То есть, сейчас Павла поднимают на руках, несут, поднимают на лестницу. Павел обращается к этому тысяченачальнику, говорит с ним по-гречески. Тот разрешает ему сейчас обратиться к народу, и Павел сейчас начнет свою проповедь. Я попробовал сам себе задать вопрос, а сколько нужно было организовать мероприятия, оповещения, рекламных кампаний, для того, чтобы просто собрать вот такую толпу для проповеди Павла. А здесь это все происходит в считанные минуты, ну, может быть, часы, в которых, как бы технически, ни Павел, ни его команда абсолютно не участвовали. Но Бог устраивает так, чтобы Павел не был посрамлен, а занял позицию того, который и в глазах язычников будет почтен, и перед иудеями будет иметь возможность возвестить свое личное свидетельство обращения ко Христу. Аминь. В общем, вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание. А что думаете об этом вы? С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, и вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и почитать Слово Божье вместе с нами. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за это время, за Твое Слово и за истины Твои, да вселяются они внутрь нас, и да преображается наше мышление. Помоги, Господь, нам никогда не вести размышления без Тебя, но обо всем и обо всех получать свет и ясность от Тебя во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся. И напоминаем, что вы уже приняли силу, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли. Редактор субтитров